Всем здравствуйте! Это новости Турции, специальный выпуск. Сегодня я хочу вам помочь разобраться в новости последних двух дней, что у нас здесь происходит в стране. Я бы не назвала это новостью, я бы назвала это сплетню Турции и всего мира. Что же у нас происходит с президентом, что за ситуация. И очень многие на эту тему взволнованы, поступают очень много вопросов. Для начала, я не профессиональный журналист, это мой личный блог. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, которые у нас здесь происходят в стране. В этом видео я расскажу хронологию событий, что происходило здесь в стране за последние пару суток. Затем некие догадки, новости, фейки, не фейки, мировые, как это в прессе в мировой обсуждается. И третий блог в окончании, по факту, официально от властей, что мы сейчас имеем на данный момент, какую информацию. Информация в этом видео актуальна на четверг, 27 апреля, утреннее время. Что пройдет к вечеру, какие будут новости, вы все это можете читать оперативно. В инфобоксе я оставляю ссылку на телеграм-канал новостей о Турции. Подписывайтесь, там самые свежие проверенные новости здесь, в нашей стране. Так что давайте приступим. 25 апреля во вторник вечером в районе 10-11 часов вечера в прямом эфире на государственных каналах президент давал интервью знаменитому журналисту. Естественно, это имело флер немножко предвыборной ситуации. Разговоры были про экономику, про ситуацию в стране, планы, если выиграет условно президент, планы, какие будут в стране экономическое развитие в дальнейшем. В общем, стандартное интервью, ничего особенного. Первое. Интервью началось на полтора часа позже, чем было это анонсировано. Оно должно было начаться в районе где-то 10-9 вечера. Началось оно в 23.30. То есть задержка была. Окей. Когда шло интервью, камера была направлена на журналиста, но в этот момент сторонние звуки на фоне какие-то были непонятные, напоминающие, это моя личная оценка, что люди, в принципе, говорят, как будто отодвинули кресло, стул или еще что-то. Но реакция журналиста в этот момент, как бы скажем, в прямой эфир выдала ситуацию. То есть он был в панике, в шоке, у него округлились глаза, он попытался встать с места, потом попросил срочно рекламу. Вот эта заминка длилась там буквально 20-30 секунд. Прошел рекламный большой блок в районе 10-15 минут. И интервью обратно в прямом эфире вернулось. Президента показывали. Во время уже вот этого второго блока он извинился за то, что пришлось прерваться, сказал, что он себя не очень хорошо чувствует, что у него кишечный грипп. Но на турецком языке, если мы дословно переводим, то у меня замерз желудок, да. Но на самом деле это кишечный грипп, простыл, в общем, легкое недомогание, вирус и тому подобное все. И уже в скорости это интервью закончилось. То есть не обещанное время, как обычно, час, например, оно идет. Ну, было гораздо короче. После этого на следующий день, то, что происходило вчера в среду, уже 26 числа, 26 апреля. В течение всего дня, да, утром, конечно, когда мы проснулись в соцсети, взрывались этим видео, 20-секундным роликом из интервью. Кто-то ерничал, да, кто-то жалел президента о том, что он себя плохо чувствует, как любой человек, естественно, да, жалко, да, никто не хочет болеть. Но какого-то кардинального происшествия, ситуации неординарной из этого не складывалось. Эта история вообще в течение дня замялась к обеду, допустим, да. Особо никого не вызывало никаких дискуссов, сплетен, не особо интересовалось. Ну, было и было. Затем официально заявляется о том, что в сегодняшний день, то есть во вторник, 26 числа, президент берет себе выходной. Он никуда не едет. У него были запланированы встречи с предвыборной, скажем так, путешествия, да, встреча, митинг с избирателями предвыборной. И затем сегодня, 27 числа, в четверг, у него должна была быть встреча. Акую, у нас атомная электростанция запускается, топливо, да, там перезагрузка идет, запуск в работу. Это очень важное политическое и экономическое событие в стране. Он должен был там физически присутствовать. Вы понимали важность этого мероприятия. Это обсуждается последние полгода. Две недели до сегодняшней даты обсуждалось еще участие президента России Путина в этом мероприятии. Две недели назад заявили о его возможном участии, потому пресс-секретарь опровергал президента России. Утвердились на том, что президент России физически не приедет, но будет онлайн в видеоконференции в формате присутствовать на этой загрузке топлива. Это важный шаг, отчетная точка всей этой станции. Россия очень помогала в построении, в технологиях и во всем прочем, в строении этой атомной станции. Это очень важное событие, потому что это прогнозы на будущее, экономика тут подвязана, рабочие места и все-все прочее. Сусловно, прогресс, прорыв, достижения. Вчера вечером в неофициальных СМИ в Твиттере, в Телеграм-каналах и в официальных СМИ иностранных, разных абсолютно стран, в районе 6-7 вечера начала появляться информация о том, что, возможно, у президента Турции инфаркт, он вообще в больнице. Потом какие-то англоговорящие новости вообще были о том, что вызвали срочно в больницу его супругу, его детей, он в критическом состоянии. Что вообще там до этого видео, которое обсуждали с утра прошлого онлайн, в прошлый вечер онлайн эфира, это у него вообще там, скорее всего, кризис сердечный был, потом он попал в больницу. Что это начинается активно муссироваться в иностранных СМИ, абсолютно разных стран. Не только кто бы, например, был против Турции, но и турецких каких-то сторонников. Китай даже такую новость публиковал. Многие европейские какие-то страны, восточные в том числе. Эта новость появлялась у всех, но не в Турции. И турки на самом деле в стране узнали об этом самыми последними. Вообще обсуждение в Турции в Твиттере началось в районе 10-11 вечера, когда все уже ложились спать. То есть гораздо позже, на несколько часов позже, я это узнала из иностранных СМИ. Вообще не из турецких. Когда началась шерстить интернет, никакой информации вообще не было. Была информация об отмене поездки в течение дня, о том, что он отдыхает, он заболел гриппом, у него все в порядке. Все. Когда эта тема начала набирать, вот к ночи большие обороты, спекуляцию, у нас на бирже на 2,2% упала биржа страны, экономика просела. Потому что нет уверенности, что с президентом происходит, это гарант. Гарант страны непонятно в какой ситуации начала падать экономика. Окей, это стандартно, так всегда происходит. При землетрясении тоже она очень сильно просела биржа. Это нормально, какие-то ЧП, катаклизмы, все прочее происходит. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахретин Алтуна проверил дезинформацию касательно здоровья Эрдогана. Цитата. Мы категорически отвергаем такие безосновательные утверждения относительно здоровья президента Эрдогана. Президент примет участие в завтрашнем открытии атомной электростанции в режиме видеоконференции. То есть он уже не едет, но участвует. Никакая дезинформация не может оспорить тот факт, что турецкий народ поддерживает своего лидера, а Эрдоган и его партия должны победить на выборах 14 мая. Затем у нас есть комитет при аппарате президента. Называется он... Ну, администрация президента это центр по борьбе с дезинформацией, ну, с фейками, порочащими что-либо, никакими неточностями, сплетнями и всем прочим. В свою очередь вице-президент Турции Фаут Октай назвал хорошим состояние здоровья. Цитата. Эрдоган продолжает исполнять обязанности президента. Турецкий лидер возобновит участие в мероприятиях после небольшого отдыха, сообщила правящая партия. Что хочу сказать, что вот это агентство при аппарате президента в борьбе с фейками заявляет официально, президент просто отдыхает, болеет, но не уточняется, чем, сколько, как, когда, никаких, никакой вообще информации официальной на этот день. На данный момент также была официальная информация о том, что он берет, скажем так, выходные отдохнуть, поболеть, выздороветь до 4 мая. Потом план его работы президентской по предвыборной кампании продолжает работать с 4 мая. Это очень большой, кстати, срок, это несколько дней, там, в районе пяти до дней. В общем, время будет выздороветь, окрепнуть, привести себя в порядок и так далее. На данный момент новости официальные вот такие. Но я хочу отметить, что реакцию людей все в шоке, с открытыми ртами, многие удивились. Но вообще по-человечески хочется сказать, что никому не желаешь, чтобы человек болел. Я искренне надеюсь, что с его здоровьем все в порядке, что ничего не угрожает. И даже если это грипп, что поскорее все это прошло. Потому что это вносит, естественно, президент гарант в стране, гарант всего, потому что это действующая правящая партия. И любые поколебания со здоровьем ситуации, это очень сильно сказывается на стране, на настроениях, на экономике и вообще на переживаниях самих людей. Это очень важный, самый главный человек в стране. Поэтому хочется, конечно же, чтобы все было в порядке с этим человеком. Искренне желаю, чтобы со здоровьем все было лучше. На данный момент вот такая информация. Естественно, сразу в инстаграмах, в твиттере, в соцсетях, в фейсбуке вылезли, скажем так, предсказания конспирологов местных. Здесь эту тему тоже очень любят. Есть такой процент 10-15 людей, которые верят в конспирологические теории, в теории заговоров. В принципе, что-то необъяснимое, что нужно объяснить. И вот один астролог предсказывал еще месяц где-то назад о том, что один из кандидатов в президенты за 5 дней до выборов умрет. Вот вытащили этот твит вчера. Копипаст по всем полетел. Вот видите, было основание для этого, человек предсказал и так далее, и так далее. Но это не заняло, конечно, массы мозгов людей. То есть не очень многие в это поверили. Но как бы люди более-менее, знаете, мы адекватные, живем в реальности. Как, скажем так, у меня реакция, когда я это вчера читала, была такая. Ну окей, не предсказали, не нагадали, не разложили карты и не наколдовали. Я не знаю, не рассчитали математически, как это обычно всегда все делается. Давайте тогда мы остановим падение экономики, инфляцию, закончим все войны в мире. Пусть тогда все классно, замечательно живут. Если все-таки всемогущие маги у нас существуют, давайте улучшим. Что ж тогда мы не наколдовали, не остановили, не предвратили этот факт болезни человека? Почему не остается, что он не заболел гриппом, например, если это у него грипп? В чем вообще проблема? Но когда что-то после пройдет, и там где-то кто-то предположил непонятную теорию, что-то совпало, чисто по теории вероятности. Давайте будем опираться на официальную информацию из СМИ. Официальную информацию в государстве. То есть из СМИ, я имею в виду проверенную, которую они дают. И когда, если мы делимся какой-то новостью, мы не додумываем в ней свое мнение какое-то, то, что бы нам хотелось в этом видеть. В том числе и теорию какого-то заговора и так далее. Поэтому я всем желаю здоровья. Надеюсь, все будет хорошо. Буду следить за этой новостью, если появятся какие-то изменения. Официальные заявления. Я опять повторюсь. Под видео в инфобоксе. Ссылка на телеграм-канал, в котором самые свежие проверенные новости Турции. Подписывайтесь обязательно, чтобы быть в курсе ситуации, происходящей в стране. Будем ждать новостей. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok